Доброе утро! Продолжаем медицинскую тему в нашей студии Эльмира Беляева, врач-остеопат-невропатолог. Доброе утро! И снова здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас видеть! И будем сегодня говорить о медицине, как всегда. Вот в нашем предыдущем сюжете речь шла о пожилых людях. Мы же с вами поговорим о детях и их здоровье. В каком возрасте нужно обращаться с ребёнком к остеопату? Вы знаете, к остеопату лучше обратиться как можно раньше. Это первые 7 месяцев жизни ребёнка. Ведь новорождённый ребёнок – это комочек счастья, это чудо природы. И требует к себе очень бережного и профессионального обращения. Великая Виола Фрайман, которая привезла остеопатию в Россию, говорила, что когда остеопат держит в руках голову ребёнка, он держит его великое будущее. То есть после лечения остеопатии дети становятся умнее, здоровее, спокойнее. Но мы знаем, что процесс родов зачастую очень травматичен и для мамы, и для малыша. И поэтому как можно быстрее убрать эти так называемые родовые травмы. И ребёнок будет счастливым и довольным. Работа остеопата, вы знаете, подобна работе мастера, который настраивает инструменты. И вот остеопат также настраивает каждую струнку души, тела ребёнка. И тогда, отрегулировав его, от гармонизации происходит. И можно добиться того, чтобы ребёнок был здоровым и зазвучала вот эта божественная музыка здоровья. Так вы красиво это говорите, боже мой. А может ли врач остеопат решить столь распространённый лор заболевания? Это вот аденоидит, вы говорите это правильно, и гайморит. Да, вы знаете, задача остеопата – это действительно помочь детям с любыми заболеваниями, в частности и лор-патологии. Но при этом необходимо доктору обязательно понять, откуда взялось это состояние, откуда взялась эта проблема. И зачастую это препятствие на пути оттока жидкости – это венозная кровь, это лимфа – из полости черепа, который ведёт за собой и нарушение в носовой полости. То есть всё взялось? Да, и вот убирая очень мягко и бережно руками вот эти препятствия, которые могут быть и на уровне шеи, и на уровне груди, мы восстанавливаем естественную микроциркуляцию, и ребёнок начинает свободно дышать, хорошо учиться, он меньше болеет. Это прекрасно. А вот проблемы со зрением, видите, у школьников сейчас очень большая нагрузка на зрение. Вы знаете, вот проблемы со зрением – это тоже цепочка та же проблем, понимаете? Сначала у ребёнка проблемы с носом, а тут же как бы глаза и тоже нарушение оттока. То есть со временем присоединяются и проблемы с глазами, когда возрастает в школе нагрузка на глаза, а затем ещё когда больше начинает задавать – и головные боли. Понимаете, это всё очень взаимосвязано. И причина, механизм возникновения этих заболеваний единый, понимаете? И достаточно вот восстановить, убрать препятствия, восстановить краснабжение, иннервацию данных области, и всё будет хорошо. А вот если у ребёнка видимых причин, видимых заболеваний как бы нет, да? То есть курс остеопатии всё-таки поможет ребёнку лучше учиться и лучше развиваться? Даже вот, ну, вроде совершенно здорово абсолютно бегает ребёнок, лучше всё-таки отвести его к остеопату. Вы знаете, да, это ведь всё-таки профилактическая медицина, и гораздо легче предупредить. И она, остеопатия призвана предупредить некоторые заболевания, чтобы болезни не развивались у нас, да. Вы знаете, это то же самое, как вот мы проходим ТО автомобиля. Вот своевременная замена масла и каких-то вот таких профилактических мер приводит к тому, что у нас автомобиль очень долго работает. Наш человеческий организм то же самое. Если мы будем периодически профилактически заботиться о своём здоровье, нас ждёт очень счастливая, прекрасная жизнь. Спасибо вам большое за ваши советы. Да, много открыли вы для нас, на самом деле, остеопатия. Это очень серьёзная наука. Так что, дорогие наши телезрители, лучше вовремя детей сводить к остеопату, чтобы предупредить многие болезни. Спасибо вам огромное. До новых встреч. Да, спасибо большое.